Привет, друзья! С вами канал Учимся Отдыхать Вместе. Ну вот и закончилось наше путешествие в солнечной стране фараонов. И мы направляемся в аэропорт Шарм-эль-Шейх. Пока мы будем ехать автобусом из старого города, а времени у нас это займет не более получаса, хотим немного рассказать о правилах вылета и что вас может ждать в аэропорту. С момента открытия Египта для российских туристов, авиакомпании рекомендуют прибывать в аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады не менее чем за 3 часа до вылета, в связи с усиленными мерами безопасности. Поэтому с ваших отелей вас будут забирать не менее чем за 3 часа. Если вы покупали визу и вклеивали ее в паспорт еще при влете, обратите внимание, чтобы штамп вам пограничник поставил на визе, а не на пустой странице. Это важно. Если у вас будет стоять штампик не на визе, при вылете могут быть проблемы. Поэтому сразу обращайте на это внимание. На руках у вас должен быть обратный билет в распечатанном виде. Хоть сейчас все перешли на электронные билеты, и египтяне могут поморочить вам голову с электронным билетом. Если у вас нет такой маршрутной квитанции, лучше позаботьтесь заранее до приезда в аэропорт. И сразу же перекладывайте в багаж изручную кладку, перочинные ножи, ножницы, даже маникюрные, детские маникюрные, бритвы и бритвенные станки, даже безопасные, пилочки для ногтей, все режущие околище. Все это с вероятностью почти 100% у вас конфискуют. Также отберут жидкости объемом свыше 100 мл. Обратите на это внимание. Если на пляжах насобирали себе ракушек или кораллов, сразу от них избавляйтесь, потому что эти вещи нельзя вывозить из Египта ни при каких обстоятельствах. Обращаем ваше внимание, что сюда относятся кораллы, сувениры из кораллов, ракушки и в том числе пустые ракушки. Штраф 1000 долларов США оплачивается прямо на египетской таможне. Без оплаты вас не выпустят из страны, ищите деньги где хотите и как хотите. Если вы хотите привезти из Египта фрукты. Так вот на чартерах из Египта разрешают, помимо багажа и ручной клади, взять на борт коробку манго весом до 8 кг. По поводу еды и воды, тут на удачу. У нас лично никто не забирал еду на проверках. Вот воду, да, воду забирали. Но 90% у вас точно не отберут ни снеки, ни шоколад. А вот воду придется покупать уже после прохождения контроля в дьюти-фри. Но опять же, некоторых туристов пропускали и воду им также оставляли. Можно ли провозить местную валюту? Иногда вы спрашиваете. Да, египетские фунты можно вывозить, но не более 5000 фунтов. Привозить египетские деньги домой смысла нет никакого, так как поменять их будет очень сложно. Все оставшиеся египетские фунты лучше потратьте в магазине дьюти-фри в аэропорту. И немного о лекарствах. Уже давно многие не везут сувениры из Египта, а привозят лекарственные препараты и витамины. Они в Египте качественнее, чем в России или в Украине и стоят в 2-3 раза дешевле. Так вот, вы можете привезти из Египта лекарственных препаратов столько, сколько позволяет страна, в которую вы будете прилетать. В аптеках нам говорили, что не более 5 упаковок каждого препарата на человека. Да, и не забудьте обязательно взять чек. А мы уже подъезжаем к аэропорту. Следующий обзор у нас будет именно из аэропорта Шарм-эль-Шейха. А у нас на сегодня все. Оставайтесь с нами, пишите свои вопросы в комментариях.